здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 30 августа 2024 года и вчера 29 августа после посещения в очередной раз пенсионного фонда отделения нашего марины роща я решила утешить себя тем что зашла в ашан который находится на шереметьевской улице в надежде унять душевную боль потому что с пенсионным фондом я сражаюсь с того самого дня как я уволилась с бюджет на работу вот и я посещаю два раза в месяц отделение пенсионного фонда чтобы добиться какой-то справедливости я себе представляю что испытывают более возрастные люди пенсионного возраста при назначении региональной и пенсии по старости вовремя и в полном объеме вот и в общем я зашла в ашанчик и не надеюсь что то увидеть там в отделе где обычно выставляют орхидеи но был завоз я так понимаю что к первому сентября привезли много орхидеи фаленопсисов в основном это миксы и было очень много симпедиальных орхидей было очень много мельтоний в двух цветах белая и цикламеновая также было много ансидиумов боже мои кошки орут и дети и мусорная машина гремит с утра пораньше так слышно вам даже чем здесь происходит вот это у нас семейка одна заехала сняли квартиру в соседнем подъезде вот вот такое вот каждый день и значит да были ансидиума и были в том числе камбрия несколько сортов я вот купила две которые у меня когда-то были такие два сорта с ними распрощалась в девятнадцатом году до когда я с ума сошла в кавычках и раздала 60 орхидей в добрые руки как оказалось не во все добрые так и вот общем я выбрала две вот такие вот красивые камбрии вот это вот камбрия это камбрия это общее название камбрия на самом деле это белая лара у меня была похожая вот на эту белару погирует и она конечно шикарные тут во первых цветы вы посмотрите какого размера да вот такого вот размера прекрасно цветочки плотные очень красивая молочный цвет такой молочный пастельный соседствует с белым крупная губа вот такие красивые пятнышки очень красивая штучка и такой достойный кустик сейчас рассмотрим вот эту биолару да очень достойный кустик айда они уже об растении обработаны во первых я их помыла как всегда мою губочкой и средством для мытья посуды помыты грунтик промыт и все дело обработаны инсектоакрицидом какой я не буду говорить потому что это какая ненавязчивая реклама зачем каждый по себе выбирает ну и посмотрим кустик кустик шикарный да производитель вот такой я не стала пока выбрасывать ну давайте уже выброс чтобы нам мешал вот такой вот производитель так и посмотрим сам кустик кустик пышненький листики высокие листики без поражений очень чистенькие листики бульбы замечательные бульбы овальной формы вот у биолар вот такие вот бульбицы вот видите бульба какая как бы мне руку есть подставить вот так вот такие вот большие бульба ну где-то сантиметров наверное 9 она вот это вот бульба бульбы не сморщены да я уже сказала или нет орхидея симпедиальная то есть растет в отличие на камбрия в отличие от фаленопсиса которая является монопедиальной орхидея растет не пряменько а лесенкой вот мы видим да также здесь имеется новый прирост вот он новый такой красивый ростик такой вот симпатичный вот такая вот новая бульбочка ну и вот из этой вот получается от этой вот уехала я пардон вот это это вот большой бульба то есть это предыдущая бульба вот как раз вот этот прекрасный прекрасный цветонос аж на четыре цветочка вот такой вот веселенький пышненький мне очень нравится вот цветочек видите да размерчик замечательный к вот так я ее поставила в кашпо вот она у меня так россии по мере просушки но не до хруста я буду просто подливать водичку по краешку горшка из лечки составлением внизу одного сантиметра водички как содержится все мои камбри и анцидиума так отставляем эту красоту в сторону переходим вот к этой орхидеи и это вот прям тоже камбрия камбрия тоже такая вот бирочка мы видим такая же мы ее убираем чтобы она нам не мешала здесь просто фантастика просто фантастика здесь конечно немного листьев но здесь замечательные бульбы вот мы видим бульбы посмотрите с каким окрасом прекрасным таким такая подпалена видно да подпалена такая вот такие вот разукрашенные бульбицы вот это посмотрите с подпаленкой бульба и вот переходя от этой вот подпаленки смотрим на цветонос смотрите какого цвета цветонос такой розово я не знаю какао розовое какао здесь такой мультикалор я бы назвала я вообще назвала бы эту камбрию на самом деле яблонька потому что вот прямо просится просится яблонька посмотрим на ее шикарные цветочки ну вот давайте вот на этот вот цветочек посмотрим посмотрите какой цветочек он весь искрится здесь тоже много всяких цветов намешано вот кажется что это белый на самом деле это не белый а он ведь из сиренево роза бледно розовыми пастельными такими штрихами посмотрим на этот шикарный язык размер цветочка ну где-то сантиметров пять с половиной наверное вот такой бы я бы сказала пять с половиной ближе к шести и вот изнаночку цветочка другого посмотрим посмотрите изнаночку цветочка но это разве это не яблонька это вот реально яблоневый цвет цветонос высокий у обеих высокие где-то 55 60 сантиметров здесь вот видите за счет того что мелкие цветочки такой пышный цветоносик здесь правда вот схлопнулись два цветочка но это я уже купила с этими цветочками с такими но здесь вот достаточно еще того на чего можно полюбоваться но вот давайте вот таким вот образом вот прям прям красота красота очень красиво очень красиво и цветочки плотные полу восковые вот сейчас видно верите цвета как верхние лепестки более светлые здесь вот я бы назвала их питалий да так вот эти вот они такие бежево розовые и вот это все очень вкусно как-то зефирно зефирно вкусно все это выглядит так пройдемся по бульбам да здесь значит три бульбы видите они не облиственные то есть листьев уже нет и здесь новая вот эта бульба вот вот это давайте с этой стороны будем смотреть так удобнее вот эта бульба которая меня во своим прекрасным цветом возбуждает вот это вот цветет вот ее листики тоже ведь какие листики чистенькие вот так что не бойтесь мыть мыть надо обязательно растение когда приносите домой обязательно мыть и растение и грунт надо промывать то есть вот я прямо на мылевую густо густо намыливаю на губку на нашу средства для мытья посуды и извиняюсь грунт прям вот даю пену это все укрываю пеной минут здесь 15 стоит потом все это тщательно душем промываю а грунт помог промываю не очень сильные струи под краном чтобы вот это все средства для мытья посуду вымыть и потом уже только когда она подсохнет после вот этих водных процедур уже тогда ее обрабатывать инсектоакрицидом обязательно и так вот это вот у нас бульба цветет и вот у нас новая кстати какая красивая какой красивый рост лезет такой тушканчик толстенький такой завис какой хорошенький весь чистенький тоже вот смотрите листики с обратной стороны ведь они идут с подпаленкой у них подпаленка такая очень вкусненькие очень вкусненькие орхидейки так что вот ну как мы знаем камбрия это гибрид мельтонеопсиса и анцидиума так что это гибридные орхидеи пусть у них есть название но название специально так как бы я искать не стала это у меня получается на сегодняшний день 11 и 12 камбрии потому что я потихонечку потихонечку восполняю коллекцию камбрии потому что я скучаю по ним очень скучаю мельтоне я принципиально заводить не буду потому что у меня с ними были так сказать и не очень приятные ассоциации вот а вот камбрии и анцидиума я потихонечку покупаю до цена если мельтоне стоили по 2000 почти то вот эти я купила со с хорошей скидкой озвучивать не буду но скидка хорошую мне сделали скидку хорошую поэтому я вот приобрела прям сразу две общем вот такие вот красоточки а мои все кроме самых маленьких нет у меня больше их потому что у меня четыре еще на кухне малыша стоят значит у меня получается 16 на сегодняшний день они у меня стоят вот там наверху сейчас я поднимусь чтобы вам показать вот там они места вот это сейчас цветет вот этот вот паук да цветает видите какой огромный цвет так то издалека вам кажется вроде как так как так ничего да но тот цветонос 80 сантиметров я его специально мерила две недели назад и они мне стоят вот так вот так вот так сзади там середины стоят и с переходом на этот вот стеллаж так что немножечко отвлечемся я сижу сейчас 8 часов утра я сижу так вот в окружении ароматного такого облака здесь у меня вот все вот это вот ароматит вот это и вот это дело у меня здесь все ароматит вот вокруг меня да здесь тоже частично ароматит это подиум я показываю и вот там у меня тоже вот нацвело видите да и здесь у меня нацвело здесь у меня получилось какой-то белый рай такой не считая вот этой вот фасоли все помнят наверно вот эту вот фасолю мою вот она фасоля какая красивая я ее поставила сюда потому что у нее изогнутый такой цветонос она стоит вторым рядом горшки как вы видите все большие в основном это трехлитровые не считая вот тут раз раз вот раз двенадцатый горшок остальные трехлитровые там три с половиной литра вторым рядом стоят и здесь тоже то есть орхидеи вот вот эти орхидеи практически все старые всей старой коллекции но здесь у меня вот видите вон они мое два огромные фикс такие то есть у меня не ограничивается мой полет моей фантазии только орхидеями у меня есть еще и другие растения декоративно-лиственные некоторые орхидеи отвернуты от меня но боксинге я если надо я обойду съедает ли это мое жизненное пространство как-то мне задали вопрос когда я показала вот подиумы да которые здесь на полу находится около стиложей съедает ли это мое жизненное пространство слушать у меня комната двадцать с лишним метров у меня в комнате стоит двуспальный угловой диван и у меня еще дети дофигульки места то есть вот здесь я сижу у меня здесь ковер 3 на 4 и у меня вот это вот три на четыре достаточно для меня одно любимое место чтобы как бы топтаться топтаться не особенно некогда потому что у меня много дела с моими растениями то есть пересадки я уже показывала орхидеи который в реанимации находится восстановление орхидеи как мне это так нравится мне это так нравится и я тут на днях сказала одной своей знакомой она говорит ты работать пойдешь еще как бы если не работать вообще некогда некогда я поменяла приоритеты до своей жизненные устои и мысли так сказать ушла в нирвану поэтому мне сейчас так легко не сейчас так кайфово что дай бог всем дай бог всем находиться в таком же блаженном состоянии как и я на этом я буду с вами прощаться дорогие мои желаю вам всего самого доброго крепкого здоровья вам вашим растениям солнце в душе и на небе до свидания всех вас люблю целую еще вернусь всегда ваша бокова наташа